Добрый день, подскажите, пожалуйста, а Барушевский Дмитрий, он на месте сейчас или выходной у него? Ну, это я. Ой, да, я на вас сразу же и попал, да? Все понял. Ну, у меня, на самом деле, ваша мобильная ездка, которая 925, но я решил тут уже уточнить, в рабочее, не рабочее время звоню. Есть буквально у вас пара минут? Есть. Я, знаете, по такому несколько, Дмитрий, необычному вопросу вам звоню. Я сам из компании «Луидор», и вы с моими коллегами, наверное, уже вели беседу, да, по автомобилям говорили? Да. Дмитрий, у меня вопросов к вам два, они такие вот простые. Первое, ну, насколько мы можем по новым автомобилям поговорить? Не можем. Не по новым автомобилям, не по обслуживанию текущих автомобилей. Мы с вами не договоримся. Понял, понял. Тогда второе, вот я просто курирую работу с нашими такими особыми ключевыми клиентами, Дмитрий. Ну, поэтому второе, что мне нужно сделать, чтобы у нас как-то уже диалог смог выправиться, скажем так? Ничего нет, вы не сделаете, потому что вы за качеством своих автомобилей выпущенных, вы не отвечаете. Понял. Вот и весь ответ. Ваша будка говняная, которая разваливается, извиняюсь, это угрожает. Ну, раз в человеку надо эмоции, пару выпустить, пусть выпускает, будем слушать внимательно. Что там за ситуация-то, скажите? Не до конца, мне неизвестный, но кто-то ему в душу накатывал из-за еды. Ну, ладно. Вы хотите выполнять граффильные обитания? Сучите с вами в маку в любое время, без вопросов. Тем более все зафиксировано. В общем, коллеги, главное, что человек выговорится. Главное, что он говорит. В данный момент он проходит психологическую консультацию. Бесплатную. Понимаю, Дмитрий, понял. Ну, тут, знаете, с точки зрения производства мы действительно автомобили сами лично не производим. Однако у нас каждая третья газель по России бегает наша. А вот с точки зрения гарантии, обязательствам, техническое обслуживание, тут вопросов нет. Если гарантийные обязательства... Вы не выполняете гарантийные обязательства. Вы списываете все на клиента. Я могу подъехать... Смотрите, мы гарантию... Вот если машина сломалась, он же к нам едет, да? Правильно, и мы поддерживаем заводскую гарантию. Мы поддерживаем заводскую гарантию, правильно, да? Да, при погрузке там... Что там ситуация была? Ты знаешь? От того, что она сделала. Что-то? Угу, понял. И ваша компания не хочет этим заниматься и приводить в порядок машину. А раз она не хочет приводить в порядок машину, зачем мне с вашей компанией работать? Логично, логично, Дмитрий, да. Понял. А скажите... Вы своих местов не уважаете и не цените. Плюс последняя выходка вашего автосалона, когда моя машина осталась там на ночь. С утра, на вес того, чтобы поехать за ней, мы забирали ее с салона, заезжали по скандалу, но с полицией. Серьезно? Ой, а когда это было? Серьезно? Я сейчас буду выяснять. Это? А вы посмотрите. Сейчас тут 38-я, по-моему, газелька. 138-я, я смотрю, сейчас так. Ага, понял, понял. Сейчас буду выяснять. Скажите, а это когда было? Это недавно было, да? Я чувствую там... Это давно было. Ага, просто по эмоциям чувствую, что для вас это очень близко. Ну, не знаю, посмотрите. Сколько у него машин есть? Это полиция вашей компании. Это полиция вашей компании. Десятка, да? Это как-то, если мы устанавливаем все времени... Что мы ему можем предложить, товарищи? Мы можем предложить разобраться в ситуации, в которой он попал, то есть приобретение новых автомобилей, он отрицает из-за негативного опыта. Спасибо сотрудникам полиции, которые приехали и хотя бы удалось в полицию забрать с машины личные вещи. Угу. Понял. Так что у вас в компании откровенно говно. Ой, Дмитрий, все понял. Очень, очень, очень... Совсем неприятно слышать это, но после того, что вы рассказываете, я, конечно, понимаю, почему кажется именно так, да? Почему именно такие слова произойдутся? И все, кто ко мне обращаются с вопросом, где лучше взять машину, потому что она у меня не одна, я с ним говорю, везде только не в Луи-Зоне. Понял. Это моя политика будет полностью оправдан. Понял. Понял, Дмитрий. Дмитрий, у меня как-то такой вопрос. Скажите, ну, у вас же такое достойное количество автомобилей, я помню, если мне память не изменяет, то, по-моему, несколько десятков, да, по Газелям? Нет, нет, у меня сейчас не несколько, а десятков. У меня сейчас два автомобиля, но я, помню, покупаюсь в этом году, еще два будете брать. Еще два будете брать, да? Какие конфигурации, как раньше, или что-то, или газоны смотрите, ну, какие? Нет, я буду брать Газели, но я буду брать не у вас. Понял, понял. Ну, знаете, если бы со мной лично что-то подобное произошло, я бы вот в точности такую же фразу, как вы сказал бы, потому что, ну, у меня был бы зашкал эмоций. Скажите, ну, знаете, я так понимаю, вы не сейчас будете брать, а через какое-то время, да, в этом году планируете? Да, я возьму, тогда буду брать еще две машины, а может и три. А может быть и три, да. А по конфигурации какая она будет, чтобы я примерно помониторил, что у нас по условиям есть? Ну, хотя бы, хотя бы с какой-то конкретикой. Я не буду брать, я все равно не буду у вас брать, даже если вы мне предложите на 200 тысячу дешевле, я не буду брать принципиально из-за того, какое у вас обслуживание и какое у вас отношение клиента. Понимаю. Зачем мне весь обслуживание? Где он обслуживался, в ком-центре? Выяснить не удалось, но его как клиента заводили, кажется, на 78-м километре. На 78-м километре, да? Чувствуете, какой эмоциональный клиент, да? Да, Дмитрий, понял. А вы у нас на 78-м километре, по-моему, были, да? Естественно. Это я просто, я сейчас анализирую, где эта история могла пройти, как мне эту ситуацию решить. 78-м километр, мой водитель пришел в документы, ему отказались подписывать, заставлять, потом раньше времени ушел к отивке, не дождавшись оплаты. Видите, коллеги, у него много негативных эмоций, и надо их слушать с удовольствием. Потом человек выговаривается. И вот сами задумайтесь, он этого, он выговаривается ли друзьям, знакомым, коллегам, или мне? Лучше, чтобы мне. Скажешь, думаете, он может немного преувеличить? Может быть, и немного, может быть, серьезно. Ну, как делим на четыре. А у вас, если ты на жопе сотрудники, затянули за парк везде? Я не знаю, вы специально его взяли, да? Как-то он, как-то он, интересно. Понимаю. Я уже приехал вечером, и лично туда вечером приехал. Да. Я говорю, спасибо, милый, если кто-то приехал. Все, Владимир, что-то у него серьезно там было. Коллеги, каждый клиент важен. Дмитрий, понял. Я тогда, Дмитрий, я, знаете, я вот сейчас вы рассказываете, я чувствую, что я не все знаю. Для меня прям некоторые ваши слова просто открытие, даже шок, я бы сказал. Если, Дмитрий, если позволите, я некоторую паузу возьму, ну, тем более, сейчас уже выходные. Я в начале недели лично с этим разберусь. И если позволите, ну, если позволите уместным, или я, или вот мой прямой руководитель, вас перенаберем и просто дадим обратную связь. Ну, и потому что произошло, ну, и там уже, если сочтете, конечно, хотя бы ценную информацию услышите по новым автомобилям. Но это уже как решите. Потому что, Дмитрий, я возмущен, как и вы. Видите, он опять на своем, опять не буду брать. А я не настаиваю. Я просто говорю, я выясню, перезвоню поговорить. Вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, вы перенаберите его потом? Обязательно. Хорошо, если что, вы мой начальник, ладно? Коллеги, а то, что я периодически успеваю комментировать и убирать трубку, означает то, что даже если вы не полностью слышите клиента, не все знаете? Главное, это дарить время клиенту, что я сейчас делаю. Вы можете успевать делать еще что-то такое. Можете как-то успокаиваться, заниматься чем-то. Но лучше все-таки внимательно слушать клиента. Это и так, с точки зрения тренинга, имея на это право. В реальной жизни так делать не нужно. Конечно, вы слушаете клиента. Дмитрий, а, кстати, у меня такая идея. А Балашиха до вас недалеко? У нас там центр есть. Он, кстати, одним из первых у нас открылся. Дмитрий, я почему спрашиваю, что если... Ну, я сейчас ситуацию разберусь. То есть, если у нас те же сотрудники работают, ну, которым даже в глаза смотреть не хочется, то это тут одно. Если я смогу другую смену поставить, команду скорректирую, то можно и тот, и тот центр рассматривать. Я говорю про что. Раз мы в определенных вещах неправы, мы можем рассмотреть какой-то вариант, когда что-то... исправим какую-то неисправность, только там, ТО посмотрим. Чтобы вы приехали, просто посмотрели другое отношение. А что вы исправите? Ваша компания вернет не 20 тысяч за верность цикления, которые из-за масла на воду не вернет. Ваша компания что не... Что мы можем сделать? Лучше всего сейчас ничего конкретного не предлагать. Ну, реально, что можем предложить? Первый, это он в подарок при новом автомобиле, да? Честно, если я ему скажу эту фразу, он меня плюнет прямо оттуда. Да, Дмитрий, понял. Я не хочу сказать, не дошло. Знаете, в любой компании, мне кажется, в любой организации есть, не знаю, один человек или какая-то ситуация, за которую, ну, прям, мне даже прям, я в растерянности, мне сказать даже нечего. Ну, как бы, бывает, ну, да, хромая коза, какая-то ситуация. Я с руководителем общался, я не знаю, он руководитель сарона или он руководитель сервиса, Александр, я не помню, я говорю, он как раз на 10 в последних моментах. Ему, умер, ему откровенно, а все. Еще раз, его зовут Александр, да, я себя записываю, чтобы уточнять. Александр, да? По-моему, да, я не помню. Александр, пишу. То есть клиент должен чувствовать, что мы все равно разбираем с его ситуацией. И он мне еще раз 5 проговорит, что он Луидор ненавидит, но я с ним разговариваю, но я не тороплю его. Я на него не наезжаю, я его слышу. Если у кого-то займу так, где раньше время не отпустили... Коллеги, скажите, какой процент у вас таких клиентов, которые маленькие, но он есть. И, коллеги, маленький, не маленький, знаете, что очень важно? То, что он эмоциональный клиент. А раз он эмоциональный, он половине Москвы это может рассказать. Правильно? Если мы с ним не будем работать. У него прям, знаете, чувствуете, как энергия у нас? У него энергии больше, чем у нас всех, мне кажется, да? У него просто цель в жизни рассказать всем. Да, Дмитрий, понял. Дмитрий, тогда скажите, если я в будний день вас наберу, в понедельник, вторник, будет удобно? Ну, чтобы я с обратной связи вернулся. Набирайте, пожалуйста. Хорошо, хорошо. И, кстати, WhatsApp у вас на этом номере, а, точнее, на 925 номере, да, который два нуля в конце? Да, 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 совершенно верно. Дмитрий, все понял. Мне пока, скажем так, для первого разговора информации достаточно? Дмитрий, я от лица компании приношу извинения за вот такие, ну, даже шерховатостями это не назвать, за неприятность, которая произошла. Выясню, или я, или даже я попрошу, что мой прямой руководитель, его Дмитрий зовут, чтобы он отзвонился, ну, и мы предложим, как дальше можно действовать. Хорошо, Дмитрий? Если у нас получится снова встретиться, я очень надеюсь, что, ну, скажем так, какую-то диагностику бесплатную мы сможем провести, но что-то, какой-то повод для встречи у нас будет. То хорошо. Хорошо, Дмитрий, я понял. По вопросу гарантии, вот по этому вопросу вернемся. Все, тогда до понедельника, вторника, Дмитрий. Большое спасибо, что в субботу смогли говорить. И мне ваше обратное сверхполезно просто было, Дмитрий. Спасибо большое. Коллеги, вы довольны результатом сейчас? Ну, каким? Промежуточным. Коллеги, это сейчас ситуация, когда результата вроде бы никакого живого нет, но только можно сказать, что у него было отношение по отношению к Луидору в начале беседы, там, минус 100-500, там, ну, не знаю, минус цифра какая-то, минус 5, сейчас у него оценка какая-то, ну, согласны, что какая-то повыше, что ли? Не плюс и не ноль, пока негатив. Согласны, да? И вот наша задача, коллеги, наша цель. Просто разговаривать с людьми, что приводить его с негатива на потом, на маленький негатив, на неприятность, на мне плевать, где я буду брать газели, на то, что вы вроде неплохие ребята, на то, что, слушайте, вы нормальная компания, а дальше уже, ну, что ж, у всех бывает, и у вас было, а вы все-таки исправились. Очень приятно. Я сейчас всей Москве об этом расскажу. Какие Луидор были, какие они стали. Главное, это решение вопроса, установили ответственных, ну, как-то так.